Всем привет, Илья Мальков из группировки Harder.ru Добро пожаловать в рубрику, не очень популярную на нашем канале, но без которой не может не обойтись любой уважающий себя мотоблогер. Сегодня у нас обзор дорожной техники, а именно сравнение, чем отличается вот этот вот Газгаз Супер Мото или МотАрт от своих прародителей КТМ 690 СМЦ и Хускварны 701. Погнали! Немного истории. 100 лет назад появился 690 СМЦ у КТМа. Его называли «Самец». И в этом есть доля правды, потому что это был полноразмерный для двух пассажиров городской байк, но который провоцировал съехать все время с дороги, причем не обязательно в бездорожье. Он провоцировал подняться на переход, спуститься по леснике, подземный переход, всякие бордюры и так далее, и так далее. То есть мотоцикл хулигана. Небольшой дисклеймер. Мы ни в коем случае не пропагандируем хулиганцы на дорогах. Более того, мы за то, чтобы максимально стараться соблюдать правила дорожного движения, но тем не менее, если хочется хулиганить и это никому не навредит, то класс Супер Мото или Мотар для этого потрясающе подходит. Ни в коем случае не претендую на роль эксперта по дорожным мотоциклам, но так получилось, что я поездил на всем. Нейкдбайк, тур эндуролитр 200, спортбайк, каферейсер и даже, прости господи, на чоперах. И каждый раз мотоцикл за год, за сезон мне наскучило, я его продавал и менял на следующий. И только когда я купил себе Хаску, я понял, что этот мотоцикл я не хочу менять. Я ездил год, два, три и поменял только тогда, когда у Газгаза, моего любимого бренда, появился дорожный мотоцикл, который полностью соответствует моим желаниям и моим потребностям, что я хочу получить от мотоцикла на дороге. Давайте перейдем к различиям. Первое, что бросает в глаза, это, естественно, цвет. Газгаз полностью красный, Хускварна белая, синяя, желтая, а КТМ оранжево-черный. Все остальные отличия, которые здесь есть, они, на мой взгляд, не сильно значительны и вряд ли вы будете на них ориентироваться при покупке мотоцикла. Поэтому покупайте, что есть в наличии или то, к чему у вас лежит душа. Про пластик сказали, что еще бросается в глаза? Ну, во-первых, сидения. Сидения отличаются и диски. Здесь спицованные, здесь литье. Сейчас расскажу, чем лучше литье, чем лучше спицы. Но на самом деле внутри изменений гораздо больше. Как я это понял? Я хотел поменять, поставить свой прямоток, который у меня стоит на Хускварне, сюда. Был уверен, что это взаимозаменяемые вещи. Почему я это сделал? Потому что, ну, мне нравится звук. Сейчас я вам продемонстрирую его. Чем отличается стоковый глушитель от тюнингованного? Он не подошел. Он не подошел совсем. То есть вся выхлопная система здесь новая. Давайте заведем мотоциклы и послушаем, как работает сток. Немножко погазуем, а потом сравним с тюнингом. Заводим. Экология. Ищу какие-то нормы. Но я на нем проездил два дня, и я практически его не слышал. А хочется мотоцикл слышать. Вот как должен звучать мотоцикл с правильной трубой. Просто. Два. Надеюсь, комментарии здесь излишны. Да, есть такие староверы, которые говорят, да нет, вы должны просто ездить безопасно, и звук глушителя никаким образом вас не спасет от дорожных трассов происшествий. Ну, у меня другое мнение. Мне кажется, что все-таки звук глушителя, если 5 утра, конечно, не заводится под окнами соседей, то в любом другом случае это позитивная вещь. Это кайфово, это привлекает внимание, и это имеет отношение к безопасности. Защита грипс. Здесь она полностью пластиковая, здесь есть металлические вставки. Ну, мне кажется, что в них необходимости нету, хотя вот здесь вот видно след от падения. Это у нас взрывной майк покатался на мотоцикле, единственное падение на мотоцикле, и немножко пошкрябал. Но если не падать или падать там, где должны спасти вот эти грипсы или эти, то они, в принципе, достаточны. Зеркала здесь круглые, здесь квадратные. На самом деле здесь тоже должны быть круглые зеркала, а здесь стоят от эндуро-мотоцикла. Вот. Но и те, и те зеркала выглядят максимально странно на этих мотоциклах. Они похожи-таки на рога лося. Но все, что предлагают тюнегаторы, поставить вот здесь вот зеркальце вниз, или вот здесь как-то, или еще что-то, ну, это бессмыслица, потому что в эти зеркала-то на большой скорости плохо что видно, а в те не видно практически ничего. Поэтому, ну, если вы все-таки не совсем отморозок, то лучше оставлять стоковые зеркала, ну, можете поставить эндуро, если вам больше нравятся квадратные. Итак, седуха различается, и, на самом деле, это, наверное, самая важная фишка в новых мотоциклах. Чтобы снять вот седуху, достаточно засунуть вот сюда вот палец и дернуть, и она поднимается. Все, седуха снята. Здесь, на новых мотоциклах, чтобы снять сидение, у вас должен быть ключ, потому что вот этот вот тросик, который его снимает, он находится внутри бензобака. И снять сидение можно только если у вас есть ключ. Я на самом деле переживал, что рано или поздно у меня сидение все-таки кто-нибудь сопрет, потому что подошел, дернул и ушел с ним. В новых мотоциклах и в газгазе уже продумана технология. Про диски. Здесь литье, здесь спицы. Литье легче и острее рулится по заявлению производителя. Видимо, для города такие диски подойдут лучше. Спицы, конечно, если вы хотите все-таки добавить себе бездорожье или максимально безопасно ездить по ступенькам, лучше, наверное, спицы. Но на самом деле разницу в рулежке я особо не почувствовал, поэтому я думаю, что здесь есть определенный маркетинг, чтобы все-таки мотоциклы чем-то различались. Ну вот и у меня, кроме цвета, еще теперь новые диски. Теперь что касается вилки. Вилка практически идентична. Представляете, 95% внутренней настройки чуть-чуть отличаются, но другой наклон. То есть у газгаза наклон острее, опять же, заточен на то, чтобы передвигаться внутри пробок. Потому что все-таки этот мотоцикл, это второе название прошиватель пробки. Потому что ты можешь развернуться настолько комфортно, настолько в стесненных условиях практически, как на триальном или мотокроссовом мотоцикле. Поэтому, ну, возможно, они поработали, чуть изменили. Сложно это почувствовать, потому что другие диски и изменение вилки, оно, в общем, не так однозначно. Наверное, если взять два мотоцикла, выйти на трек и наваливать там по полной программе, это будет ощущаться. В городе незначительное изменение. Еще из невидимых глазом изменений. Здесь 69 лошадей, здесь 74. И более резкий подрыв. То есть на 4-й передаче можно ехать в вилле. Если вы, конечно, умеете делать. Клиренс выше на 8 мм. Здесь предполагается, что бордюры можно брать еще чуть выше. Но все-таки аккуратнее. Это не эндур-мотоцикл. Расчехлить мотор об бетонный блок будет, наверное, не очень приятно. В новых мотоциклах другая приборная панель. Она, безусловно, супер аскетичная. То есть не показывается, например, количество топлива. Только в тот момент, когда у вас он уже подходит к концу, он будет гореть лампочкой. Но в этой приборной панели добавлена демонстрация, на какую передачу вы едете. Если вам это нужно. И тахометр. Тахометр, сейчас я вам покажу. Он пятью восьмерками. То есть первая восьмерка, это значит, что вы едете на холостых. Четыре восьмерки, это уже как бы пора переключаться. Четыре мигающих восьмерки, это значит, что все-таки повышены. И есть пять мигающих восьмерок, уже точно пора переключаться. Ну вот я сегодня обкатывал вчера пять восьмерок, он хорошо себя чувствует. Ну вот при приятной в этот момент едет. Вот здесь вот показывается передача, на котором вы находитесь. А вот эта восьмерка, это значит холостых. Если я добавляю газа, появляется вторая, третья восьмерка, четвертая. На новых мотоциклах добавился этот модуль, это переключение карты. Здесь есть единичка, двойка и отключение пробуксовочной системы. То есть по сути дела у нас есть четыре режима. Первый это стрит городской, самый спокойный, с включенными всеми системами стабилизации. Второй это уже спортивный, где можно отключать и АБС, и систему стабилизации. И можно управлять мотоциклом так, как хочется. В общем, играйтесь, настраивайте, в принципе, это полезная вещь. И для того, чтобы ездить спокойно, и для того, чтобы больше было возможностей для трюкачества. Бак, как и на КТМ, Husqvar находится сзади, горловина находится сзади. Очень внимательно, если вы ездите на заднем колесе настолько, что чиркаете номером, то я, по крайней мере, видел случаи, когда дочиркают до того, что мотоцикл сгорается. То есть, короче, прям совсем в 90 градусах ездить на нем не рекомендуется. Здесь 13,5 литров, я проверил это на себе, выехал на мотоцикле нулевом и не доехал до заправки. И когда заправился, ровно 13,5 литров сюда влезло. Это где-то 300 километров в смешанном темпе. Я на 230-250 всегда заправляюсь. Да, этот мотоцикл не предназначен для каких-то туристических дальних путешествий. Потому что даже поездка в Санкт-Петербург, это минимум 3 заправки, а то и 4. И он не для этого. Он создан для города, а не для того, чтобы куда-то забуриться и остаться там без бензина. Сразу поставил подножки для второго номера. Можно их убрать, ездить в одного. Можно в одного ездить и с ними, они особо не мешают. И здесь еще предполагается, что можно поставить две ручки. Под пластиком есть отверстие, куда их можно закрепить. Но все-таки, если вы едете с вторым номером, это очень неудобно. И это неудобство должно компенсироваться тем, что девушка, кто едет с вторым номером, она к вам прижимается и обнимает вас. Поэтому ручки здесь совсем ни к чему. На этом мотоцикле установлена двухканальная антибруксочная система Bosch 9.1. Она распознает наклон мотоцикла. Это значит то, что при торможении, когда вы будете в наклоне, она будет работать немножко по-другому. Ну и это, опять же, позволяет использовать возможности мотоцикла в большей мере, когда вы заходите в поворот и оттормаживаетесь. Передний диск 320, суппорт Brembo четырехпоршневой. В принципе, для такого легкого веса это достаточно серьезная вещь. И если посмотреть импортное видео, то видно, что в стопе этот мотоцикл едет очень достойно. Проскальзывающим сцеплением мало кого удивишь. Но на 700-кубовой одностволке это хорошая вещь, потому что двигателем она тормозит прилично. Если вы ошиблись при понижении передач, то отработает на славу. В базе стоит двухсторонний квикшифтер. И что это значит? Это значит, что вверх и вниз передачи можно переключать на ходу без использования сцепления. Приятная вещь, тем более, когда вы индуист или мотокроссмен и привыкли это делать, не трогая рычаг. Здесь это тоже позволительно. Сейчас попробуем сделать бюрнаут, переключившись на режим стрит и отключив все системы стабилизации. Раз, два, три, четыре, пять. Все, она отключена. Заводимся. Выжимаем передний тормоз. Кстати, это самый простой хулиганский трюк, но самый дорогой, потому что покрышку вам понадобится поменять. Но при этом, стоя на светофоре в ожидании зеленого света, можете немножко пожечь покрышку, подымить на радость тех. Но ни в коем случае сцепление не бросайте и передний тормоз. Резюмируя весь этот краткий обзор на новенькие Супер Мото, можно сказать, что это тот самый случай, когда коня можно поменять на переправе и никто вам ничего за это не скажет. Продолжение следует...